В Мексике растёт число погибших в результате нашествия урагана Отис. Жертв уже 48. Ураган был пятой категорией. Его назвали самым сильным для восточной части Тихого океана за всю историю наблюдений. Больше всего пострадал курорт Акапулько. В городе по-прежнему нет света. Здесь также выстроились очереди за водой. Люди ждут часами и жалуются на отсутствие помощи от властей. «Нам нужны еда и вода. Воду привезли, но посмотрите, сколько нас. Нас так много, воды не хватит. Где поддержка властей? Взгляните на эту очередь. Нам сказали, что воду привезут в 8 утра, и мы здесь с пяти. Рискуем быть ограбленными, потому что грабят на улицах сейчас сплошь и рядом». В затруднительном положении оказалось и местное похоронное бюро. «Поскольку нет света, мы не можем обработать тела, и у нас нет разрешения на захоронение. Придётся ждать два-три дня. Многие похоронные бюро оставили тела на дому и не забрали. Мы помогаем таким семьям. К нам обращаются люди, которые больше не могут держать умерших дома, и мы забираем тела сюда». По данным властей, в целом в штате Геррера отец повредил около 274 тысяч жилых домов, а также около 600 отелей. К дому актёра Мэтью Перри в Лос-Анджелесе несут цветы. Он скончался на 55-м году жизни 28 октября. Тело знаменитости нашли в джакузи. Сначала причиной смерти назвали утопление. Позже уточнили, что у актёра произошла внезапная остановка сердца. Мэтью Перри больше всего известен по роли Чендлера в популярном ситкоме «Друзья». Также на его счету роли в таких фильмах, как «Поспешишь людей, насмешишь 9 ярдов» и «Папе снова 17». У Перри в прошлом были проблемы с алкоголем и зависимостью от обезболивающих. При этом, как говорит полиция, следов наркотиков в его теле не обнаружили. Не выявили и признаков насильственной смерти. «Есть много людей с зависимостью, и он помог многим людям. Так что, на мой взгляд, он отдал должное своему сообществу и своим друзьям. Его поступки были бескорыстными и щедрыми». «Муж узнал об этом первым и не мог поверить. Мы все были в шоке. Надеялись, что это неправда. Очень грустно. Он был таким молодым». На улицах Лос-Анджелеса актёра тоже вспоминают с теплотой. «Грустно. 54 года. Очень молодой». «Он был одним из моих любимых персонажей. Знаете, у него было очень оригинальное чувство юмора. Я на нём выросла вместе с семьёй. Очень грустно, что его больше нет». Сериал «Друзья» продолжался 10 сезонов – с 1994 по 2004 годы. Перри играл в нём главную роль вместе с Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Дэвидом Швимером, Мэттом Лебланом и Лизой Кудроу. Около тысячи людей в костюмах Человека-паука собрались на площади республики в Буэнос-Айресе, чтобы побить рекорд Гиннеса. На мероприятие съехались поклонники знаменитого супергероя Марвел со всей страны и даже из-за рубежа. «Аргентина – рекордсмен книги Гиннеса по самому большому собранию людей-пауков на планете Земля. И всё благодаря этим немного сумасшедшим и чудесным людям, которые приехали в костюмах Человека-паука из Кориентеса, Мендоса и Уругвая». Организаторы сфотографировали всех участников и собрали их подписи. Всю информацию отправят представителям Книги рекордов Гиннеса. «Я приехал поддержать это прекрасное сообщество. Мы – аргентинцы, поэтому должны побить рекорд мира». «Человека-паука» создали американские писатели Стэн Ли и Стив Дитко. Впервые его увидели на страницах комикса «Удивительная фантазия» в 1962 году. Он сразу стал одним из самых популярных супергероев. «Человек-паук очень много значит в моей жизни. Без маски я очень стеснительный, а ношение маски даёт мне больше свободы выражать себя и своё мнение». Предыдущий рекорд по самому большому собранию людей в костюмах Человека-паука принадлежит малазийцам. Они установили его в июне этого года. В мероприятии участвовало 685 человек. Десятки собак на день сменили имидж и предстали перед публикой в костюмах супергероев, пиратов и невест. Лохматые питомцы и их хозяева участвуют в конкурсе «Дугуин» в Лапунте в Перу. Луиса Ахеда нарядила своего пса в костюм «Ниндзя Наруто». «Я не покупала костюм. Трико принадлежит моему мужу. Шляпу Наруто я сделала из бумаги, а эта деталь – алюминиевая». Жюри выбрало три самых креативных костюма, владельцам которых громче всего аплодировали зрители. Собаки-победители получили приз в виде корма. «Такие мероприятия помогают нам сплотиться и больше общаться. Люди работают, учатся или занимаются чем-то еще, и мы редко собираемся вместе, чтобы провести выходные всей семьёй и насладиться жизнью». Конкурс «Дугуин» посвящён Хэллоуину. Его приурочивают к этому празднику каждый год. Хэллоуин отмечают 31 октября. Он берёт истоки в традициях древних кельтов Ирландии и Шотландии. Отмечают его в США и Великобритании, а также в некоторых других странах. Большие дроны сбрасывают миллионы семян мангровых деревьев на приливно-отливную полосу побережья Абу-Даби в столице Объединённых Арабских Эмиратов. Из них должно прорасти 2,5 миллиона деревьев. Раньше в рамках проекта национальной нефтяной компании семена разбрасывали вручную. Потом решили задействовать технологии. Получилось эффективнее. «С помощью дронов нам удалось обследовать территории, до которых мы не могли добраться. Ранее неизвестные территории, на которых, как мы предполагали, можно посадить в мангровые леса. Мы уменьшили человеческий фактор и снизили затраты». Национальная нефтяная компания сотрудничает с технологической компанией Distant Imagery. Как выяснилось, только 40% посаженных семян выживают и превращаются в деревья. «Для того, чтобы успешно вырастить 2,5 миллиона деревьев, мы берём данные первого года посадки, а затем возвращаемся на места и дополнительно сеем в наиболее успешных районах. После этого мы проводим мониторинг ещё два раза». По оценкам ООН, за последние 40 лет площадь мангровых лесов в мире сократилась более чем на 20%. В основном – в результате деятельности человека и естественного отступления линий леса. Мангры растут на побережьях 123 стран. В районе Абу-Даби такие леса занимают площадь в 110 квадратных километров. Считается, что более старые поглощают больше углекислого газа, чем новые. «Мы действительно фокусируемся на главном, чтобы воспроизвести естественную окружающую среду, скопировав её максимально точно. В итоге появляются естественные лесные насаждения». В рамках климатической программы правительство ОАЭ планирует высадить до 10 миллионов новых мангровых деревьев уже к 2030 году. Израиль открыл артиллерийский огонь по сектору газа в воскресенье. Армия страны расширяет наземные операции на территории, контролируемый Хамас. Её поддерживают истребители. Они нанесли ещё сотни ударов по объектам Хамас. Ранее Бениамин Нетаньяху назвал это вторым этапом в войне. Между тем перестрелка разгорелась в лагере для палестинских беженцев в Дженине. Там армия Израиля проводила операцию по задержанию подозреваемых в терроризме. В результате не менее двоих палестинцев были убиты и ещё несколько получили ранения. Дженин находится на западном берегу реки Иордан. Его считают форпостом бригад мучеников Аляксы военизированного крыла палестинского движения ФАТХ. А в израильском Ашдоде похоронили девятилетнюю девочку, которая скончалась от сердечного приступа, вызванного сиреной во время ракетного обстрела из сектора газа. Она потеряла сознание 20 октября. Находилась на аппарате жизнеобеспечения, пока не скончалась в пятницу. «Она не умерла. Она не скончалась. Её убили. Эта сирена её убила». На фоне того, что Израиль начал второй этап военной операции против Хамас, по всему миру проходят пропалестинские протесты. Марши и шествия состоялись в Испании, Великобритании, Ливане и Пакистане. В самом секторе газа начался гуманитарный кризис. В анклаве, где проживает более двух миллионов человек, полтора миллиона бежали из своих домов и остаются во временных лагерях. При этом им не хватает медикаментов, еды, воды и топлива. «Надеюсь, Бог жалится над нами и это прекратится. Уже хочется погибнуть под обломками, чтобы обрести покой. Наша жизнь – это пытка». Тем временем аэропорт Махачкалы в Дагестане был закрыт из-за беспорядков, которые устроили агрессивно настроенные местные жители. Они ворвались туда после прибытия самолёта из Тель-Авива. Они выкрикивали антисемитские лозунги и пытались схватить израильтян. Книги, костюмы и реквизит, включая посох Гэндальфа из фильма «Властелин колец». Такие экспонаты представили на лондонской выставке, посвящённой жанру фэнтези. Называется она «Пространство воображения». «Выставка в Британской библиотеке рассматривает всю историю жанра фэнтези, начиная с истоков, то есть более древних форм повествования, таких как народные сказки и эпосы. Заканчивается всё тем, как этот жанр развивается сегодня, как он постоянно адаптируется и переосмысливается сообществами поклонников». На выставке представлено более ста экспонатов. В основе библиотечной коллекции – книги, рукописи и первые издания. «Нам очень хотелось показать, как фэнтези перекочевала в сферу мультимедия. Поэтому мы включили в экспозицию всё, что только можно. У нас есть фрагменты фильмов и телепередач, костюмы, реквизит, произведения искусства, интервью, игры, как видеоигры, так и настольные, а также удивительные костюмы, созданные поклонниками». Среди экспонатов – карта Нарнии из серии книг «Хроники Нарнии», черновики и рисунки Урсулы Легуин к её романам «Земноморье», а ещё костюмы и реквизит из фильма «Тёмный кристалл». Выставка разделена на тематические зоны. Первые две прослеживают истоки жанра фэнтези – сказки, эпосы и то, как они обогащают жанр сегодня. Вторая зона посвящена сверхъестественному и мистическому, то есть тёмной стороне фэнтези. Третья часть рассказывает об истории создания мира фэнтези. Выставка продлится до 25 февраля 2024 года. «Эти три студентки – уже профессиональные музыканты. А теперь им посчастливилось освоить новые навыки. Они учатся на дирижёров. Для женщин это большая редкость». Сейчас этот показатель на международном уровне составляет примерно 8%. В Австралии женщин-дирижёров всего 2%. Джессика Геттин – одна из них. «Раньше я не видела, как это делают другие женщины. Передо мной не было образца для подражания». Сейчас Джессика дирижирует оркестрами и в Австралии, и за рубежом. В 2017 году решила запустить программу «Женщина на подиуме». Теперь делится знаниями с другими австралийками, которые мечтают о профессии дирижёра. «Когда я только начинала дирижировать, у меня не было поддержки. Так что мой проект – это ответ на такую ситуацию. Я даю возможность другим женщинам отправиться в увлекательное путешествие». Каждый год Джессика обучает 20 студенток. «Видя, как другие женщины делают шаг вперёд, думаешь, да, я тоже могу научиться. Когда видишь, как другие женщины просто встают и дирижируют, появляется больше уверенности в том, что тоже можешь это делать. У меня есть студентка-виолончелистка, которую я аккомпанирую каждую неделю. И каждый раз она говорит мне, что хочет стать дирижёром. Так что я очень рада, что эта программа существует». Изначально дирижировали оркестрами только мужчины. Но в 20 веке стали появляться и дирижёры женщины. Первой считается французская скрипачка Жанна Эврар.